Парада не будет, Георгиевских ленточек тоже. На пленуме городского совета ветеранов обсуждали подготовку к празднованию Дня памяти и примирения и 70-летия Победы. Подробнее наши корреспонденты. В соответствии с указом президента, 8 мая объявлено Днем памяти и примирения, а празднование 70-летия Победы должно послужить консолидацией общества для защиты Украины. Городской совет ветеранов разработал свои предложения, которые были учтены при подготовке общегородских мероприятий. 8 числа в наш День памяти мы будем на митинге в Уже скорбящей матери и телемарафон память проводить в Театре Магара. 9 числа на Аллее славы возлагаем цветы, затем торжественное собрание в Театре Магара и гуляние в Парке Победы. Главное, что волнует ветеранов – оказание социальной поддержки, медицинское обслуживание и отмена льгот на проезд. Сейчас в городе 220 тысяч ветеранов. Как их будут перевозить с 1 июля, городские власти рассматривают варианты. Один из таких вариантов – это выделение денег на ремонт подвижного состава электротранспорта, который пользуется не только популярностью, но и практически в два раза дешевле, чем маршрутки. Приобретение 10 новых троллейбусов, которые заложены уже в бюджете 2015 года. Ветеранская организация выступила с предложением организовать специальные оздоровительные заезды в профилактории и базы отдыха. Рассчитывают на помощь предприятий и содействие городских властей. Средства на оказание услуг ветеранов войны в рамках бюджетного финансирования были увеличены. Также принято решение поднять разовую материальную помощь освободителям Запорожья с 200 до 300 гривен.